Слава Украине! Привет всем от Полонского! Так, друзья мои, есть новости из Киева, они хорошие. Итак, сегодня в Киеве премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. И он не зря, он приехал не с пустыми руками, не с порожними руками, как кто-то скажет. Значит, он привез с собой шведскую военную помощь, причем очень серьезную. После переговоров с Зеленским он уже, собственно говоря, рассказал о чем идет речь. Речь идет прежде всего о бронетехнике. Итак, они нам передают 51 единицу бронетехники. Что в это входит от Швеции? Это будет 12 установок Арчер, САУ Арчер. Мы об этом уже знаем, может они частично уже здесь, может быть со дня на день. В любом случае, пример сказал, что скорость передачи тех же самых Арчеров или же БМП, которая является другой частью этого всего дела, зависит только от скорости подготовки персонала. Ну, нельзя же передавать людям, которые просто не знают, как этим пользоваться. Вещи довольно сложные, да. Так вот, 12 Арчеров, остальное это БМП, если я так не ошибаюсь, называется CV-90. Это нечто похожее на американский Брэдли, только с другим калибром пушки. Там у шведов, по-моему, калибр пушки 30 мм, если я не ошибаюсь. То есть, это шикарная абсолютно скорострельная пушка, это БМП прорыва, как ни крути, это чистая машина атаки. Их 39 штук, мы раньше не знали, сколько будет шведских. Вот, соответственно, шведских будет 39 БМП. Плюс к этому еще не установленное, но сказали, что довольно значительное количество НЛАВов. Тех самых НЛАВов, которыми мы, если вы помните, первые дни войны остановили российские вот эти колонны под Броварами и со стороны Стоянки, которые пытались зайти когда-то в Киев. Их там были сотни танков. Все это мы спалили при помощи джавелинов, наших стугн и, конечно же, замечательных НЛАВов. Ну, и панцерфаустов тоже. Да, всего же шведский премьер сказал, что в этом году шведская помощь Украине составит 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это только от Швеции. Что же касается ЕС, то он сказал, что в этом году поддержка ЕС со стороны ЕС Украины составит 67 миллиардов евро. Ну, сумма, как говорится, фантастическая, очень большая. Но это не только военная помощь, это еще и экономическая помощь. Мы прекрасно понимаем, что нам сейчас и Штаты, и Европа, и не только, и Австралия, и Япония, и так далее, поддерживают нас и в экономическом плане. Потому что понятно, что мы протестуем огромной фашистской стране, самой черной, самой мерзкой силе, которая сегодня только есть в мире. Это фашистская Россия. И фактически Украина с собой закрыла всех остальных. Мы просто держим на себе вот этот вот огромный груз вот этой войны с этой мерзопакостной абсолютно страной, взбесившейся бензоколонкой. Ничего, как она взбесилась, так мы и сделаем прививочку при помощи этих же арчеров и немножечко ее успокоим. Точнее, упокоим. Слава Украине!